Здравствуйте! Предлагаю вам выучить одно упражнение, если вы его еще не знаете, которое поможет вам быть более внимательным, более сосредоточенным, уметь запоминать больший объем информации, так как пальцы рук и упражнения для пальцев, они способствуют развитию нашего мозга, развитию согласованной работы правого и левого полушария. Я уже вам показывала одно из упражнений и были комментарии, когда люди говорят, что нелегко это все получается. Поэтому то упражнение, которое я показываю сейчас, мы начнем с самого простого, самых простых действий для ваших рук, для наших рук. Поэтому рука, пальцы, сжимаем кулачок и разжимаем, сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем. Так проделываем 5, 6, 7 раз. Дальше то же самое делаем, но мы разводим пальцы в стороны, то есть выбрасываем пальцы все в стороны. Разводим руки, сжимаем и разжимаем. Легко и просто. Дальше мы делаем такое же упражнение, только одна рука, правая рука будет выбрасывать пальцы разжатые, а вторая будет сжатые все вместе. Делаем опять несколько таких приемов. 5, 6 раз. Получается. Получилось это, меняем пальцы, меняем руки. То же самое делаем. Получается? Получается. Теперь нам нужно это же делать попеременно. Сжали. Если у вас это упражнение получается быстро, значит у вас хорошо работает правое и левое полушария. У вас хорошее внимание. Вы хорошо можете запоминать, хорошо ориентироваться в любых ситуациях, где вы должны быстро отреагировать. Ну и самое главное, что если у вас есть дети, научите их делать эти упражнения, потому что сейчас дети очень, говорят, гиперактивные. Они очень непосидящие, потому что очень много информации вокруг. Они постоянно с мобильными устройствами, с компьютерами, поэтому у них, как говорят, мозги кипят. И очень тяжело им сосредоточиться на тех занятиях, уроках, на уроках и дома учить какую-то информацию. Поэтому выучите это упражнение с детьми. А для того, чтобы его выучить с детьми, я думаю, что лучше всего это ваш взрослый пример. И если вы научитесь сами это делать, это будет очень хорошо для того, чтобы вместе с детьми это выучить. Для более взрослых людей, которые часто забывают какую-то информацию, часто забывают то, что было вчера, забывают, выключили ли утюг и вышли из дома, закрыли ли дверь и так дальше, то, конечно, эти упражнения тоже помогут развитию этих нейронных связей в мозге. И, естественно, омолодить мозг и быть более молодым, более сосредоточенным, тоже запоминать, не упускать. Наш мозг – это не сито. И здесь надо не забывать, что различная информация, которая заходит, она туда оседает. Поэтому всё это фильтруйте. И для этого эти упражнения, они тоже помогут вам сосредоточиться, вам именно на той информации, которая для вас важна в тот или другой момент жизни и поможет вам быстрее эту информацию запомнить. Ну всё, всего вам доброго, будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok